Всем привет! Это самодельный игрушечный осциллограф. Почему игрушечный? Потому что кроме как поиграться, он больше ни для чего не годится. Я его собрал просто проверить, как это всё дело работает. И всё. Вот это цифровая микросхема. К-561-ЛА7. На ней собран задающий генератор. Его выход подключен к счётчику. 40-17. Это десятичный счётчик. Который подаёт сигнал на вот этот вот матричный индикатор. Вот это я мучился паять его. 90 светодиодов тут. 9 на 10. Вот это 10 проводов подключены к каждому столбцу светодиодов. А каждая строка светодиодов подключена к этому аналогу цифровому преобразователю. Вот эта микросхема у нас. Как она тут называется. Сейчас прочитаю. ЛМ-3914-Н. Вот. Это АЦП. Вот это операционный усилитель. ЛМ-318. Это входной буфер. А вот это операционный усилитель. УА-741. Он формирует землю. Так сказать, искусственную землю делит. Делит напряжение питания пополам и делает среднюю точку. Которую тоже можно регулировать. Вот тут у нас регуляторы. Там переменные резисторы всякие. Есть ещё переключатель конденсатора, в который подключен к генератору. Так, вот уже тут оторвался проводок. Блин. Ну ладно, это не важно. Это просто проводок земли. Я подключил к корпусу этого выключателя. То есть, я думаю, будет работать и без него. Просто, когда рукой дотрагиваешься до корпуса, то тогда всё меняется. Вот тут набор конденсаторов к нему припаян. Разные ёмкости, чтобы можно было переключать частоты. Плавно частоты регулируются переменным резистором. Вот он, вот этим. Этот переменный резистор служит для того, чтобы сделать смещение относительно середины. А это усиление по входу. А это генератор на одном транзисторе и трансформаторе. Сигнал с него будем подавать на вход осциллографа. И посмотрим, что он будет нам показывать. Там питание стабилизируется. Крен 8, по-моему. Там есть кренка 8-мольтовая. 7808, по-моему. Вот так. Подключаем питание. Питание у нас подключено. Вот ещё будем смотреть сигнал на нормальном осциллографе. Будем сравнивать, что показывает этот. С тем, что показывает этот пробник игрушечный. Так, подаём питание. Питание подали. Сразу видим, что у нас светятся светодиодики. Полоска. Тут камера это ничего не передаёт нормально. Поэтому положим сверху лист бумаги. Вот эта полоска. Из светодиодов. Подадим питание на генератор наш. Вот так вот. Подключили вот крону. Вот что у нас показывает. Теперь нам нужно подстраивать частоту. Застопорили сигнал. Вот так вот бумажкой прикладываем. Может лучше видно так. Не знаю. А, ну вот так вот что-то видно, да? Без бумажки. Вот так вот. Вот так вот. Лучше. Так, теперь подключим нормально осциллограф. Посмотрим, что он нам будет показывать. Ещё раз попробуем застопорить сигнал. Ну вот только что ведь было. Вот я его поймал. Вот, вот он, вот он. Что за дерьмо такое, а? Ну вот что-то. Короче, пока рукой держишь там паразитные ёмкости, и вот нормально. Нормальный осциллограф подключим. Посмотрим, что он показывает. Корректор А. Где он говорит. Есть, есть. Ну вот, который мы можем 치�айонировать. Ну вот, вот такой сигнал дурацкий сигнал ну вот то что этот у нас показывает остановить все таки короче херня все это никогда не делать о только сказал херня никогда не делать и вот она остановилась потом короче вот вот но вот так вот а вот нормальный салон тоже синхронизация сбилась много ну вот такая вот хреновина там кривой сигнал такой ну и вот этот показывает такую же херомантию короче вот схема вот она что вам сказать никогда не делайте эту гадость вот так вот все это фигня так поиграться и все потом разобрать на детали зря только можно сказать мучился матрицу дурацкую светодиодную паял вот сколько возни с ней было это ужас ну что всем пока 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 Продолжение следует...